офис фирмы капитал сталь сегодня у нас 18 травня 2020 уроку всем привет сказал у чекиста должно быть холодный ум горячее сердце чистые руки у нас коронавирус гуляет дело в том что может пускать не прикалывается коронавирус люди умирают я то что положительные настрой это 90 процента вашего иммунитета чем больше вы будете настроены положительно и меньше шансов чем-то заболеете но это из жизни это не из книг жизни я пережил сумасшедший гриб болграде сумасшедший дезинтерею в болграде я пережил сумасшедшую желтуху эпидемию пандемию байконуре замкнута маленьком городе делу был угорожен бетонными плитами ров с водой крючевок убежать невозможно карте все вы там были и от желтухи маска не спасает ничего не спасает мы с братом не заболели потому что пили кипяченую воду и в принципе в любом случае положительный настрой страх это уже в школах у вас были ручки обмотаны бинтом склоркой на бинозе были руки мыли мы все делали правильно и в принципе положительный настрой он что дает он дает то что ты принимаешь правильное решение и принимаешь правильное решение соответствует ведешь темно правильно дитул поступать идет смотришь хочешь магазин и ты мост кукурит где там купишь пиво ты не ходишь сам не понимаешь почему ты такой идете человек кричит привет обнимает тебя ты такой мозг подвинься социальной дистанции оставайся дома ты не совершаешь эти ошибки которые тебе придут болезнь в принципе все взаимодействие волшебство но в принципе как бы мы сегодня отмечаем такой этот пик окончания карантина то есть к чему это все виду что положительный настрой раз и когда ты знаешь своего врага ты правильно поступаешь и естественно принимаешь правильное решение да например мне сегодня надо ехать менять депозитный замок в банке банки не в лекарнии по снегам и что думаете я тут такой смелый ха хи ха ха да такой ла 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 на амброзурис нет я еду вот я показывал меня маска распиратор ну распиратор до ffp2 С клапаном, причем она была без клапана. Первую свою маску с клапаном я добыл в бою, потому что в аптеку без маски не пускают, нигде не пускают. И потом ее уже дешевле брать без клапана, а клапан просто менять с той маски на другую, перекидывать. А что, меняется клапан, да? Да, тут априори не было клапана. А ты ее сюда встал, да? Да, и все, это намного дешевле. Почему, говорят, буржуй с такой маской, есть у меня такая маска, но эта маска, она тоже хорошая, я ее беру в повседневной жизни. Когда я иду на бой, я одеваю такую маску. Почему? Потому что в этой маске, когда ты дышишь, у тебя еще щиток одеваешь или очки одеваешь. Запотевает, да. У тебя все запотевает, ничего не видишь, и ты начинаешь протирать глаза. Вот, видите, делаешь неправильные движения. Когда ты в такой маске, вот, ты дыхаешь, у тебя воздух выходит, одеваешь щиток, у тебя тут ничего не запотевает. Не, ну при желании так. Можно, конечно, если выпить перед этим, то есть я всем рад, жулист, ну не смеяться с этого. Ну ты что, в супермаркетах так и продают продаются? То есть я, ну, я наоборот, уважаю тех, как у безопасности. Я не смеюсь с людьми, которые ходят со щитками, в масках, в очках. Не, ну я тебе скажу, что ли, Павло, настроим, да? Но если маленький коронавирус начнет размноживаться в тупи, да? Каким бы ты бы настроен не был, да, все равно он будет... Все равно ты перенесешь легче тупи. Не, ну то есть, да. Иммунитет, твой иммунитет будет бороться. Ну, не будет он бороться, все. Ну, это будет моя жизнь. Есть такие истории, что у нас там прививка БЦЖ, поэтому мы переносим его легче. Ну, любая история, которая позволяет тебе быть уверенным в себе, это хорошо. Понимаешь, вы говорили, ну, мы будем теперь на новый канал, у нас походу сплавливалка, мы будем выкладывать туда интересные наши беседы. Мы когда-то на сплаве каком-то, не, это было в Карпатах, мы обсуждали приметы. Ну, почему люди верят в приметы. Я уже забыл. Да, и я этому дал вполне такое нормальное научное обоснование, почему приметы, даже не приметы, забубоны или всякие там, как их называют, Вот, если ты монетку носишь к Манине. Есть, забудет называется, за вагонами. Секундочку. Алло. Да, Костя. Костя, можете перезателить через 10-15? Да. Да, есть. А, навесных нету. Ну, я уточню. Нет, нету. Только внутрь. Давай. Вот. Сказал, тут рояль в кустах у них. Видишь, как они в этом видео, им кто-то звонит и рассказывает про абусы. Специально, специально. У вас есть навесные места? Предрассудки. Да, предрассудки, но это даже не предрассудок, как это называется. Талисман. О, талисман. Талисман. Талисманы. Талисманы, где ты хватаешь? Ну, королев, две монетки носил. Ибо я там, поборик такие украинские. Да, идет ракету запускать, две ракетки, две монетки. Там солдат написал на ракете, там, Маша, я тебя люблю. Ракета взлетела, зашибись. С тех пор все стали писать на ракете, Маша, тебя люблю. Казалось бы, коммунисты, бога не веруют, да, и пишут на ракете. Этот, кто-то, как Гагарин, поссал под колесом автобуса, когда летел. Даже американцы, немцы, кто-то не прилетал на совместный полет, все туда, на колесо. Ни один не сказал, да, это суеверие, это приметы, я в это не верю, 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 я в это не верю. Мы объясняли, как это работает. То есть это работает так, что это создает тебе уверенность. Любая уверенность, что это ты понимаешь правильные решения. Поэтому, что тут смеяться? Наоборот, чем больше этих правильных решений, тем лучше. Вообще, сегодня видео такое ни о чем. Такое будет по пуре видео. Ну, я обещал, как закончится карантинку, ты этого не видел, когда тебя долго не было. Я тут занимался ерундой, сам себе, короче, снимал всякую хрень, не знаю, измывался, как только мог над телезрителями нашими. И я решил сделать эксперимент, положить абусы в морозилку. Вот, и я сейчас это принесу, и сказал, когда карантин закончится... С какими градусами морозилки? Вот это узнаем. Я говорил, когда карантин закончится, я их принесу назад. И проверим, будут они работать или нет. А термометр есть там? А, есть термометр. Конечно, ты же знаешь, у меня же Яков Моисеевич был. Преподаватель физики. Там же есть различные настроения, сколько оно будет оценить, температуру дает там. Пока оно не нагрелось, я возьму абусы, а ты... Как показать? Алло. Сколько градусов? Ну... Видно. Не очень. Так, сколько там градусов у нас? Скажи. Так, минус 9 есть так то есть. Ну, чуть-чуть нагрелось. Можно было быть, ну, минус 10 скажем так. Минус 10. Ну, честно сказать, градусник дает погрешность мне как-то какую-то. Потому что дотронуться, вот возьми руки этот замок, я его в руках держать не могу. Ну, снова дотронуться, это субъективно, да, вот это объективно. А тут, ну... Мне очень холодно. Та не, прикипает прямо пальцем. Ну, то минус 10 нормально, как языком прилипли ямник. Я вообще засчитывал минус 20. Не, так минус 20... Морозилки ж лежали. Ну, у фроста треба тоди, какие-то там. У меня минус 19 максимум. То есть можно настраивать. Так я на максимальный холод поставлю. Значит, ты погалей мой холодильник. Хороший. И комарка. Весна, я не буду готовы заблокировать видео. Нет, во всяком случае, замерзли. Ну, замерзли, но минус 10. Ну, немае тут... Ну, было, да хотело. Вот это просто градусник тут быстро нагрелся. Видишь, уже показывает ноль. Я ж пока вытаскивал. Ааа, ну, хай будет минус 15. Минус 15 тут железных было. Ага. Он быстро очень этот градусник берет. Полиши назад его зараз достанем, пока видео идет. Ну, я его показывал на камеру. Ты, короче, на який ревень? Ты на Норвегию хочешь выйти цим видео? Чи на цей? Слушай дальше. Это ж вы рассказали. Была предыстория. Что... Ну, я это видео выкладывал. Угу. Что... Товарищ из... Замерзли, да? Угу. Товарищ из... Ты отсюда, ладно. Видно, будет меня. Будет, будет. Ах... Это самочек все еще. Ну, давай, я попробую. Тицы, вытащить не могу. Ну, он не вытаскивается. Типа, как пример. Ха-ха-ха! Не вытаскивается? Нет. А ты говоришь, вот тебе и холод. Вот тебе и Норвегия. Да. Клиент звонил один и говорит, у меня, говорит, замок обус поломался. Говорит, на морозе. А он как вытаскивается? Вот так? Ну, я сам не знаю уже, как он вытаскивается. Ну, при нами не вытаскивается, ты знаешь. Вот тут и мороз. Вот тебе... Ой, мороз, мороз. Тебе его вытаскивает тогда, пока все... О! Вытаскивает. Хуй, я не так не поймал. На, ты думаешь. И это тоже сейчас вытаскиваю. Чекай, дай попсихать. Ну, я в них... Будь заражен. Это не спасает. А, кстати, спирт зараз... Какие все безопасности. Не, я скажу так историю, что у нас в офисе захворел начальник на корону. И у нас была такая баночка стояла на ресепшене. То пил, то... То заходил, то и пшикал себе на руки, да? Один чувак вообще прям купался в ней. Слушай, слушай, ты так неэкономно спирт використовываешь. И никто не захворил корону, кроме начальника. То есть начальник ходил, то кашлял, збирал наради, всех плювался на нарадах. А он пшикал. А все пшикались. Ну, может, тоже пшикал. Но корона осталась только в нём. То есть она не пошла на поверхность. Понимаешь? Ну, да. Я сейчас видел, носят такие бейджики. Ну. Там дырочки. Туда ватку из хлорки ложишь. Ага. Випоровывается. Тоже убивает, да? Не, не вижу ничего. Такое новое. Так, ну вот Абус 4000. Да, я этого круто нём. Вот Абус 4000. Смотри какой иний. Ну да, синий иний. Работает хоть бы хны ему. Нормально, да. Ну и он говорит, слушайте. Он заклинил замок, говорит, наверное, от мороза. Я поэтому, ну, появилась идея положить в морозилку. А Абус стоял у чувака, да? Да. Только весь мой. А где же ты мороз нашел у нас? У нас мороза не было. Да, потому что потом мне стали рассказывать. Ющенко президент там был, мороз был. Я забыл этот город. Он говорит. Там вы что? Ну, вы с России звонили. В этом у нас нет таких морозов. Что вы рассказываете? Минус 20. Там ну. Вот это, в принципе, нормальная температура. Минус 15, которая может. Ну, в принципе, да. Рабочая, скажем. Рабочая. Но замерзает замок. Если такого ставить. Ну, все работает пока, видишь. И вынять неможливо. Без плотского псу. Не, просто неправильно. Никто свою биг выймал. Все працюет. А и самое интересное, что вот эту штуку сделали. У нас появились последовники. По-русски даже не скажешь последовники. Последовники. Звучит красивее. Тоже стали люди ложить эти замки в холодильник. С компанией Укрзамок Сергей. Показывал мне недавно. Снял видео. Представил новую модель Абуса. 3500 кум. Зарай, что видишь. У меня такой немало, да? Немало. У меня тоже все немало. У меня четыречка. У меня четыречка. Да. Но это абсолютно новая модель. Вот. Сейчас скажу. И вот он взял вот Серега эту модель. И вот рассмотрелся наших дурацких видео. И тоже положил ее в морозилку. Так он даже провел эксперимент. Он его водой намочил. Ага. Потом в морозилку. Потом вытащил. Потом он спиртом пылил и открыл. То есть он работает. А это кумы. Ты пропустил очень много в карантине. Ну так два месяца прошло. Уже технология разменная. А это нам прислал Дима с Харькова. Директор компании Абуса. Да. Как ты думаешь для чего кумы? Напевно чтобы на нем потанцировать или сгинку. Правильно кумы. Та-дам. Нас ждут кумы. Великие испытания. Ага. Короче. Я пытался сам рассказывать эту распаковку. Такая нудная распаковка. Получится. Дней не придумаешь. Наверное если кто ее видел плевался. Говорил. Что за распаковка. Что там короче можно смотреть. Ничего не понятно. Короче. Первый кум. В чем читать фишка. Оказывается. Я никогда не знал. Есть такое понятие. СКБ 3 звезды. Ну а я и первый раз. Давайте такую фигню. Я нарисую. Чтобы было понятно. Что такое СКБ 3 звезды. Та-дам. Тут написано на голландский что-то. Да. Не. 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 Не доверяют этот как его. Ну и что. Я и не читаю. Это получается. Не думаешь. Класс. Три дня до карантина. Я каждый день пишу. Знаешь. Сто дней до карантина. Сто дней до приказа. А где Шмигаль зарубает. Скажет. Мы продолжим карантин. Еще на месяц. А Шмигаль это вообще. Такой фамилии. Блин. Я не знаю. Как он попал. Раду. Самый хум и попал. А то есть у него была предыдущая фамилия. Прошмигнул. Прошмигнул. Да. Ну да. Ладно. Сейчас бутон не видно. Ну да. Подожди. Что я рисую. Правильно. Вот тут символюешься. Кружочки какие-то рисую. Зирочки намалю. Я просто боюсь зирочки рисовать. Неправильно. Верх ногами намалюешься. Нет. Скажут, что этот как его. Она же заборонена. А. Родянская символика. Скажи, что это китайская. И как это пишется? С. К. И. Дж. С. Д. Вот. Видно? Ну видно, да. Я думаю видно, да? Вот такой значок. Он есть на самой сердцевине. Ага. Цилиндр. Сейчас опять будут говорить. Вы неправильно называете. Цилиндр. Личинка. Жука. Майского. Ну для того, что мы называем так, как люди называют. Ну да. Люди говорят сердцевина. Личинка. Но я не вижу этого знака. А, есть этот масонский знак. Что этот масонский знак означает? Не знаю. Этот знак означает, что были проведены испытания с цилиндром на предмет его физического взлома. Там еще какие-то там всякие взломы там. Короче. Заступивали физическое насилие и он вытримал. И. Получается. Это получается как паспит эта бумажечка что ли. Ну это такие ИСУ, да? И такие системы, да? Да. Это сертификат. А это как бы класс. Вот есть класс взломостойкости, как у сейфов. А это типа класс. Какой-то свой класс. Может это и организация, и которая занимается. Да. Но это отдельная тема для разговора будет. Как это все делается. Доверяйте, да. Потому что я просил Диму, говорю, нам наверняка же будет организация, которая делает эти испытания. У них есть какие-то видео, какие-то информации, как они делают, как они проводят. Ну да. По каким правилам, понятиям. Потому что мы это будем протаптывать с нуля эту дорожку. У них наверняка уже какой-то отработан механизм. Какие саморезы, где они берут какие-то выдры, свернуты. Да. У иностранцев всегда все систематизировано. Они не так, как мы. Мы любим импровизировать. Они систематизируют. У нас такой бардак в стране. Мы каждый день импровизируем. А вот в тех странах, где коронавирус подавалось, там систематизируют. Сказали вот. Всем дома. Всем бах и дома. А он импровизирует. Всем дома. Всем да не всем. А в ресторан ходить можно. Суспильный телеканал. Я их видел в больнице коронавирусной. Ну да. Когда я выходил из больницы. Но я там был по работе. Я спасал все эти лекарства. И тесты были. И я это делал безвозмездно. Я это делал не за деньги. Я туда шел не ради наживы. И когда мне. Я уже сделал тут замок. Мы потом покажем. Который я спасал. И когда мне сейчас звонит врач. И говорит. А вы все это сделаете? Так платите же поставьте его. А я говорю. Зачем? Он говорит. Чтоб был. Мы вам заплатили. Не надо мне платить. Говорю. Пошли на карантин. Говорю. Я приду и поставлю. Потому что риск должен быть оправдан. Вот я все веду. То есть я тогда рисковал. Чтобы открыть. Но я знал ради чего я рискую. Ради того чтобы эти лекарства попали больным. Которым делают операцию. Я знал ради чего я рискую. А закрывать то уже. А закрывать его не надо. Потому что у них другой сейф есть. Это просто. Ну как бы необязательная работа. Мы ее сделаем. Придет карантин сделаем. То есть риск. Придумывать вакцину для. Да. То есть зачем рисковать просто так ради риска. То есть риск должен направить. А когда я выходил из больницы. Смотрю. Идут журналисты. Суспельно. С такими большими камерами. До того момента еще как они захворели. Да. А я как раз выхожу из больницы. И они такие туда прутся. Чтобы показать очередного депутата. Которые дарят эти маски. Шмазки. Горячую тему. Сколько больных. А они шли тут заработать деньги. А заработали корону. А заработали корону. Очень печально. Ну мне. Я им сочувствую. Я не стебусь с них. Не радуюсь что они заболели. Их таких наказов. Если они были мое слово. Я их наказал. Потому что они других заразили. Они распространяли. Ну да. То есть они шли заработать деньги. Мне то что они туда ходили абсолютно не надо было. Чтобы они туда ходили. И больным не надо чтобы они туда ходили. Не надо. Встали на улице. Позвали врача. Он встал бы на улице и рассказал. Чего вы туда шли. А они в середину зашли. Где-то там что-то торкнуло. Так они не раз заходили. Они же весь карантин считали что все должны сидеть дома. Они говорят. Такие в фейсбуке у каждого. Знаешь. Я сижу дома. Залишаюсь дома. Залишаюсь дома. Я соблюдаю карантин. Я в маске. Я в каске. Я в щитке. А сами в это время. Не. Можно. Я журналист. Я хочу. Иду снимаю видеоролики. Мы с Кумом не снимали три месяца ни одного видеоролика. Два. Время показалось что три. Ну да. Прошло как три. Так вот. Вернемся к СКГ. Видел. Я кинул ключ. Он на ребро упал. Ничего себе. Знак. Блин. Больше так вот. Кидать. Нифига. Потом за этот момент замедлен. Так. Так получилось. Да? Не получается. Я просто к тому что. Немцы. Насколько отцентрирована у них точность. Что ставишь ключ. Он не падает. Не падает. Не падает. Так. СКГ. Вернемся к этому СКГ 3. Голландские тестования. Смотри Кум. Наша задача будет. Повторить эти испытания. Будем импровизировать естественно. Что мы будем делать. СКГ. Не знаю. Что они тут. Нарисовывали. Что дескать. Эту сердцевину нельзя сломать. Пополам. А потом они сказали. Что ее. Ну то что отмычками открыть нельзя. А то понятно. Потому что здесь. С торца. Ну есть. Тут стоят магнитики. Так. И получается даже если ты делаешь инструмент под этот ключ. Ну для манипуляции. Ты не знаешь. Тебе надо магнитики как-то втянуть в себя. А у меня нет магнитики. Да? У нас. У меня тоже нет. Это новая. Это новинка. 2020. Только вышел еще. У меня и стоит денег. Ну то я же. И получается если. Ну потом потешевеет 100%. Китайцы уже налажатся. И получается эти магнитики. Они вытягивают пины сбоку. И разблокируют систему. То есть надо вообще угадать эти магнитики. Да? Да. А как ты угадаешь? Ты же не можешь сбоку тут ничем работать. А ты можешь один магнит сюда вшить. Там типа. И все вытянуты. И все. А может надо какой-то наоборот задвинуть. Ага. Ну хибачо. Так ты пока тянешь. Один выдвинется. Другой задвинется. Нет. Ну вот. Во всяком случае это очень усложняет. Ну понятно что кто-то что-то придумает. Разробники наверное придумали. Да. Ну и это первая звезда грубо говоря. Этого замка. То есть уникальность в том что его подмычкой открыть. Поки что неможливо. Невозможно. Ну в чистую имеется в виду. У нас же в чистую прийти. Открыть и закрыть. Причем никто, самое интересное, не касается этой темы по поводу чистого вскрытия. Вернее ее как-то обходят стороной. И считают чистое вскрытие нужно для того чтобы клиенту просто было хорошо. Ну чтобы не пошкодить двери. Замок. Да. У него запасные ключи дома. И вот эта тема обсасывается постоянно. В чистую, не в чистую. 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 Это уже экспорт. Да. Но. С моей точки зрения. В чем, ну опасность вскрытия замка в чистую. Потому что его можно открыть в чистую. В том, что у тебя, ты рискуешь не в том, что у тебя что-то украдут в квартире. В том, что тебе что-то положат в квартиру. А, и закрыют. Вот. И закрыют. Или посмотрят, что у тебя в квартире. Или подслушивают, как говорил Путин. Говорит, вас прислали подслушивать, а вы подсматриваете. Говорит. 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 Если ты какой-то бизнесмен, какой-то талант, ты уже непростой смертный, если у тебя в офисе лежат договора, ноутбуки, если ты адвокат, и ты ведешь какое-то дело, ты уже непростой смертный. И таких непростых смертных набирается. Ну, ему эти замки, звичайно, треба, да. А никто на этом не акцентирует внимание. Все говорят, что ваши бриллианты в надежном цеме, никто не вкрадет их, но никто не говорит, что кроме того, может подкинуть гранату, патрон или наркотики, можно просто секретную информацию выводить у тебя какую-то. Если не знать, что они тебя забрали, потому что если тебя забрали секрет, ты знаешь, что я украл, и все, дальше все. Все, ты принимаешь решение. А так ты думаешь... Да, тебя оборвали, ты пришел, квартира открыта, ты говоришь, бляха-муха, ну все, что пропало? Пропал ноутбук, а что там? Там был договорок. Договор, блин, что делать? Надо переписать договор, порвать, что-то другое сделать. Ну, пример. Ну, да, да. А так ты же не знаешь, тебя открыли и закрыли, открыли и закрыли. То есть, вот, хоть каждый день, знаешь, какой-то его... Помнишь этого... Мы когда под кроватью приходили, диктофор положили-забирали, положили-забирали. Что-то такой большой, наверное, как это... Батарейки меняют и карточки. Ну да, какой-то большой, такой, налоговый, микрофоны такие приклеены, да. Потому что приходилось... Сейчас уже такие маленькие, один раз поставил и на год. Ну, а сейчас знаешь, что есть видеонагляд в конце этого? То есть, ты можешь поставить говняный замок и видеонагляд? Видеонагляд можно забомбить. А есть источник помех, источник шума, интернет можно отключить тебе на это время. Ну, короче, много всяких вопросов. Те же, которые ездят, да, им надо попасть в свое помещение, все остальное уже... Ну, если ты поставишь абуз и видеонагляд, это будет и больше гарантий, да? Если ты ставишь дома сигнализацию и видеонагляд, то есть ты уже что-то боишься, правильно? Ну да, да. Вот у меня дома нет видеонагляд, чего не боюсь? То тебе по-любому надо и сердцевину хорош поставить. Ты вложился там на 10 тысяч долларов в эспеку свою дома, а сердцевина у тебя эспириалка. Он говорит, я же ее не могу открыть, значит, никто не откроет. То есть вот это наглость, самый главный наглость, это защита не только от вора, а защита от скрытого проникновения. Никто про это не говорит. И в чем, ну, важность этого абуса, что из таких много тебе защит надо, что цена и качество у этого цилиндра адекватные, да. Что, допустим, ну, если ты можешь взять другой цилиндр, которым тоже очень практически невозможно скрыть никакими инструментами, но у него цена будет в три раза выше цилиндра. А тебе таких цилиндров сто надо, например. Нет, ну, ты можешь покупать все что угодно, мы никого, наших видео, никаких других производителей мы не критикуем. Мы рекламируем свой товар, да. А тот, другой мы не критикуем, поэтому, как бы, кто хочет, пожалуйста, берите то, что вы считаете нужным. Ну, это первое. Вторая звезда. Вторая звезда, это самый распространенный способ проникновения в помещение путем перелома сердца. То есть берется гаечный ключ, хрязь. И у тебя серединка, который ломается, да? Или вот так берется, и так. Хрязь, хрязь. Ну, это покажем. Пальцах мы не любим показывать. А мы ведь сломали так, нет? Ломали, да. Но, здесь, вот видите, здесь уже стоит вот такая вот вставочка. У нас есть такие сердцевые цилиндры с такими вот этими. А это без вставочки, да? Это да, это без. То есть его можно поломать, получается, да? Можно, да. Ну, кольцо, помнишь, рекламировали, ставим, чтобы защита от природы. Ну, кольце дракона, то оно только и защищается. Да, да. Ну, если сюда еще кольцо поставить, то вообще жесть будет. Вообще не поломаюсь никогда. Ну, в жизни уже никогда не сломаешь. Единственное, что Дима выслал маленькую сердцевинку. Я ее хотел в наш вставить вот его. Стент? Ага. А туда он не влазит. Нет. Ну, как раз сюда влазит. Видишь, стент. Идеально подходит. Настолько точно сделал вот эти вот размеры под цилиндр. А где же оно подходит? Оно не кладет. Нет, как раз идеально. Оно же так будет. А, так. Вот сделал настолько точным вот этот вот профиль, да, что цилиндр туда пойдет. Ну, ломаться невозможно, потому что ему некуда. Зачипаетесь немного. Ну, свободного хода вообще нет. Он упирается в эту трубу эту профильную. Вот раньше, кстати, так двери делали вот из таких труб. Взломать, ну, сломать невозможно. Ну, из-за чего тысячи? А ничем вообще. Нету люфта. А зараз дают люфт, да, получается? А сейчас, да, делают говно такое. То есть априори его сложно сломать. Ну, нету его куда ломать. Ну, это не подойдет, эта штука. А чуть-чуть высунуть с твоей стороны? Нет, у меня это будет, да. Так что мы будем ломать в тисках уже. Пусть нам... Не в чистую, получается. Да, не в чистую. Хоть мы хотели на дверях, но уже давайте в тисках, а там, как бы, посмотрим, за сколько мы сломаем в тисках, и тогда делим там на пять, это в дверях, например. В дверях легче, получается? Сложнее. Сложнее. Ну, в тисках легче. Если мы в тисках сломаем, посмотрим, за какое время сломаем. Ну, то умножим на пять. Ой, да. Множим на пять, это в дверях. То есть, если мы за две минуты, то в дверях это будет десять минут. Если за десять минут, то в дверях за час. Вот. Это вторая звезда. Ну, опять же, это мы импровизируем. Я не знаю, как там они считают звезды голландцы. Они как вот по коньяку, как, знаешь... Три руки проложа в холодильнике и открысят. Это вторая звезда будет. Третья звезда, это выдра. Это самый страшный зверь, самый страшный инструмент, который на сегодняшний день... Видно твои выдры, да? Да. Убийца... Убийца карася. Нет, мы когда-то крутили вот такую... О, чудо, где-то все покажешь. А это я уже усовершенствовал ее. Замогу где-то, да? Нет, купил, отрезал. Лишь мне, чтобы небольшое ключ было? Это чтобы крутить вот эту штуку. А, если трубу сюда, то будет плече здоровье. Можно еще вот так отрезать. Ну, не так сложно крутить, как я думаю. Ага. Дело в том, что саморез лопает. Ну, ты можешь на трубу большую, ну, чтобы усилие было. Ага. Саморез не вытрует. То есть, в принципе, эту ручку можно еще вот так укоротить, чтобы она... Китайцы захищают из взлома, потому что саморезы поганее выпускают. Да. Ну, я не знаю. Я не знаю, что с этой выдры делать, но я думаю, ее надо будет когда-нибудь разыграть, подарить кому-нибудь. А что не знаешь, что сделать? Что тебе не приходится открывать выдры? Или это типа... Ну, как-то я ее практически не пользуюсь. Ну, хай будет в арсенале. Финами знаешь. Хочется кому-то подарить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Такие типки, смотри, что они зайдут подозрю. Выдра! Выдра! Да, но это хороший выдра наше украинское. Ну, металлоточеного. Слухай, не забыть можно в голову. Да. Тут такая выдиралка, мама дорогая. Это вторая звезда, да? Нет, третья звезда. Нет, третья звезда. Вот, три. Что сделал Абус 3000? Он вот здесь внутри. Сделал защиту от самореза. Что, когда ты саморез скручиваешь, он, естественно, ломается. А, мы берем третью звезду. Это саморез и сверло. Вот так вот обозначим это. Сверление и саморез. Выдра. Выдраться пидвык самореза, да? Вкручивается саморез. Вот так. Потом составляется эта штука. Ты крутишь, крутишь, крутишь. Видишь на себя. Да, оно вытягивает. И оно вытягивает плак вот этот. Вот так вот. У нас где-то было видео. Да. И у нас что-то не получалось. По-простому, да. Там кольцо было, но оно как бы... Вы пильце проверяли какие-то. А я говорю, постойте, ну а что вы мне рассказываете, саморез лопнет? Ничего не лопнет. Мы просверлим тут дырочку и крутим саморез. Угу. И вот, по идее, тут должна быть такой металл, что мы не можем туда просверлить дырочку, чтобы крутить саморез. Но мы сверлили дырочку тут, получается. Да. И вроде тоже видео было, что... Впрочем, объединяем это все на третью звезду. Это выдра, саморез и сверло. И сверло, да. Сверло, они, получается, помимо того, что защитили вот эти такие пружины... Пины, да. Не подали. Да, да. И они защитили тут каленые пины стоят от центрального сверли. То есть, если в лоб сверли. То есть, вот у нас будут испытания. И напоследок, уже без этих их звезд, мы попробуем, ну в дверях это нереально сделать вообще, потому что профрезеровать с фрезой, попробовать открыть. То есть, уже как такие мифы, да? И уже четвертиш. И последний способ после фрезы, если не получится... Болгаркой. Это будет сюрприз. Я покажу. А, сюрприз, да. Ну мы по-любому должны что поломать, правильно? Болгарки нет. Болгарки куда-то тоже болгарки. Хотя, в принципе, как вариант, ты правильно рассказываешь. Подивиться болгаркой, да? Да, график вот так, вдоль так распили. Смотреть, как устроен. Что там останется? Ну мы и так уже много сегодня наговорили. Все, видите, нас развивают на части. Все, завышайтесь дома. Всем пока, да. И ждите вот всяких испытаний.